На спинке стула бережно расправлена школьная форма, под стулом детские ботинки. На кровати раскрытая книга, рядом на тарелке бутерброд. Кажется, комната наполнена жизнью, и только что из нее выбежал мальчишка. А присмотришься, все вещи здесь 30-х, 40-х годов. Примерно в такой комнате жил в детстве Булата Куджава. В 1935-м семья переехала в дом на улице 8 Марта в Нижнем Тагиле. Сейчас это улица Карла Маркса. И как писал Булата Куджава в семейной хронике «Упраздненный театр», тогда у него появилась хоть небольшая, но своя комната. В «Упраздненном театре» говорится, что в ней была только кровать с никелированной грядушкой, маленький письменный стол и много книг. На кровати мы увидим любимое произведение, приключение Робинзона Круза, муляж бутерброда с томатной пастой, это любимое лакомство маленького Булата. И книги, книги из фонда редкой книги Центральной городской библиотеки. В этой комнате нет мемориальных вещей. Это предметы той эпохи, многие из которых подарили культурному центру сами тагильчане. Так здесь появилась кровать и тумба. Комната, в которой проводил детство известный поэт, композитор Барт, занимает малую часть отремонтированного культурного центра дома Куджавы. Здесь же стена сплошь увешанная фотографиями. Тифлис, где познакомились родители Булата Куджавы, жили родственники. Москва – место, где он родился. Итагил сюда на строительство вагоностроительного завода был направлен в 1932 году Шалва Куджава. Спустя два года он перевез семью, а в 1935-м стал первым секретарем Гуркома партии. А в 1937 году был отстранен от должности, арестован и вскоре расстрелян. Вот копии следственного дела, архивные документы. Ашхен Степановна увезла сыновей Булата и Виктора в Москву. Потом арестовали и ее. Небольшой отрезок времени, что семья Куджава пробыла на Урале, хотелось увековечить. И остался дом, где они жили. В 2012-м тагильский поэт Василий Авсипьян выступил с этой идеей. Его поддержали известные деятели культуры. Медицинская лаборатория, которая находилась в то время в этом здании, была переведена. Дома Куджавы – особняк 19 века. Объект культурного наследия передан в управление Центральной библиотеки. И вот он отмечает второе рождение. То, о чем мечталось, говорилось, становится явью. Это не только мост, но и вот такое замечательное, теплое, камерное, но на самом деле вселенское в определенном смысле место. Я вас всех искренне поздравляю с сегодняшним радостным событием. Всегда очень хочется, чтобы Нижний Тагил воспринимался не только как промышленный центр в масштабах Российской Федерации, а может быть и мира, но и как город, который имеет, безусловно, лирическую струну, которая связана в том числе с именем Акуджавы. Целый год здание было на ремонте. И так радостно вновь слышать в этих стенах песни под гитару, стихи. На открытии выступают исполнители из клуба «Зеленая лампа». А зал подпевает. Строчки блата Акуджавы многие знают наизусть. Обновленный культурный центр стал местом, куда хочется возвращаться, отмечают гости. И выражают надежду, что теперь здесь всегда будет звучать музыка и царить атмосфера вдохновения. Это событие, которое мы узнаем еще и в нашей области, и в стране, потому что разговаривая с друзьями, знакомыми, соратниками, коллегами, об этом событии, куда я и еду. Вот на такое мероприятие замечательное праздник. Не очень удивлялись многие, что какое отношение к Нижнему Тагилу вообще имеет плата Акуджавы. Мы в истории многогранной, истории нашего замечательного города видим, что очень важные события иногда становятся в полной мере доступны, известны по прошествии целых десятилетий. Вот здесь так и произошло. На восстановление дома потратили около 28 миллионов рублей. Чтобы создать современное и в то же время историческое пространство, потребовалось заменить большую часть кирпичной кладки, тропила, деревянной кровли, водосточную систему и углубить подвал. Наверное, самое сложное было, что вновь открывшиеся обстоятельства постоянно-постоянно возникали. То есть вскрыли одно, увидели другое. А это же все связано с финансированием. То есть и так неудобно. И так спасибо большое и Павлу Владимировичу, губератору и правительству Северной области. В целом за то, что средства были выделены. Работала команда, работала команда в едином порыве сделать, завершить проект в соответствии с контрактом, завершить в те сроки, которые были обозначены, не сорвать, завершить трехсотлетие города. Поэтому каждый выполнял свою работу на отлично. Поэтому и проект у нас этот есть. В основной части дома Куджавы в литературно-музыкальном зале будут проходить творческие вечера. Можно и просто зайти на экскурсию и переместиться практически на сто лет назад. Или прийти послушать виниловые пластинки с записями песен о Куджавы. Мечта же, чтобы даже знаменитые артисты хотели посетить это место. Выступить здесь, говорит глава города. На открытии культурного центра были знаковые подарки. Валерия Горанкова передала гитару, исписанную автографами известных бардов и ученых. Загадали, что вскоре здесь появится еще один музыкальный инструмент. У нас планируется реставрация пианино, который нам Евдимир Иванович Капкан тогда передал благодаря Тимофею Дубинину. Это пианино, оно сейчас не в рабочем состоянии. Пианино, на котором давала уроки для семьи Гуськовых Вера Латар-Шевченко. А уже 4 ноября дома Куджавы ждет гостей. Культурный центр станет одной из площадок всероссийской акции «Ночь искусств-2022».